В мэрии Воронежа продолжаются отчеты руководителей управ районов о проведенных и предстоящих работах по благоустройству. Железнодорожный район одним из первых выполнил основной объем работ по капитальному ремонту дорожной сети. До конца сентября остается закончить всего лишь два объекта по улицам Богдана Хмельницкого и Землячка. В рамках той же программы было отремонтировано покрытие важной транспортной артерии дороги связывающей Сомова и Репная с применением асфальта мастичного асфальтобетона около 62 тысяч квадратных метров. Для предотвращения и разрушения кромки проезжей части выполняется работа по укреплению обочин щебнем. Это порядке 4 тысяч квадратных метров. В соответствии с графиком выполняются работы по благоустройству дворовых территорий, многоэтажных жилых домов, о чем долгие годы мечтали их жители. Одной из важных задач поставлен перед управой района в 2017 году является реализация программы «Комфортная городская среда», в рамках которой планируется обустроить 20 дворовых территорий на общую сумму 34,2 миллиона рублей. Победителем торгов на выполнение работы стал водорожник. С подрядчиком определены приоритеты выполнения работы с учетом поставки, установки игрового оборудования. На текущий момент подрядная организация уже приступила к работе по четырем адресам. Есть в железнодорожном районе ряд значимых для его жителей мест отдыха, которые сейчас приводятся в должный порядок. В 2017 году мы также начали работу в рамках муниципального пилотного проекта благоустройства общественного пространства железнодорожного района города Воронеж, который предполагает обустройство двух зеленых зон, это сквер спортивный, сквер Тельмана, а также территория, прилегающая к домам 150 и 154 В по Ленинскому проспекту, ранее занимающие нестационарными торговыми объектами рынка Остужевка. Реализация проекта приведет к увеличению обеспечения жителей железнодорожного района благоустройственным территориям на 25%. Ориентировочный стоимость благоустройства первого объекта, сквера спортивного, составляет 8 миллионов рублей. В 2017 году будет выполнена благоустроительная работа на сумму 1,1 миллиона рублей по муниципальной программе окружающей среды. Степень готовности объекта на сегодняшний день 10%. Проектный срок окончания благоустройства достижения показателей, которые намечены в 2017-2018 годах. Второй объект, сквер Тельмана, расположен на земельном участке площадью 8 тысяч квадратных метров. Проект находится в стадии определения круга его исполнителей и соисполнителей, источников финансирования. Проектный срок благоустройства сквера 2017-2018 год. Мэр Воронежа Александр Гусев особое внимание обратил на улучшение работы районных комбинатов благоустройства в целом по городу. Мы в этом году увеличиваем финансирование, ну и соответственно оно переходит на 2018 год увеличенное по комбинатам благоустройства. Причем увеличение идет существенное, как в части закупки техники, так и в части финансирования содержания комбинатов благоустройства. Поэтому, еще раз, у нас есть ожидание о том, что ситуация с содержанием уличной дорожной сети должна поменяться в лучшую сторону. Может быть там не совсем кардинально, но по крайней мере это должно быть заметно. Я прошу уже тоже сейчас продумывать, как мы будем использовать эту технику, формировать состав механизаторов. У нас есть рычаги, как поддерживать эту категорию наших работников, вы о них знаете, мы жилье предоставляем тем, кто в этом нуждается. Поэтому давайте подумаем, чтобы там на новой технике появились ответственные люди, которые на самом деле будут исполнять в полном объеме возложенные задачи на них.